сейчас мы с тобой так чисто вводной сделаем introduction первое что мы с тобой начнем это мысль быстро посмотрим на алгоритм сортировки вставками мы сейчас самого начала пойдем потихонечку пролисты проскрали проскрою вниз и тебе быстренько расскажу там в двух словах что там у нас что к чему 1200 страниц примерно отсюда нам нужно взять только базу и понимание какое-то то есть не надо все 1200 учить но нужно работать здесь немножко не гони так быстренько сейчас я сейчас вот она видение начинается уже основы там вот видение соответственно не давание же пойдем ниже роль там алгоритмы ну ты это понимаешь алгоритм какой-то последовательность как от действия хорошо задали задачи сортировки вот здесь уже идет вход-выход вот это называется вот это видишь на руку там а штрих помнишь математики пишем аж для помню ну вот это штрих то есть получается чем-то они отличаются вот у нас вход на один выход у нас аж 3 хорошо привет у нас есть там здесь это все дом уже почитаешь вниз и и идем соответственно говоря что алгоритм коллекта работ он если решает поставлю задачу идем вниз вот и здесь нам интересно познакомиться структура данных это понятно что мы еще по лучшему будучи туда идем вниз и нас интересует соответственно 1 алгоритм это у нас статировка вставками посмотрим но это все эффективность это все ерунда это лирика все алгоритм там там пам-пам это все тоже все это вода вот она вот она пошла сатировка вставкой скорее всего на работе или применял это неважно нам главное прокачаться в плане интеллектуальном соответственно сатировка вставкой что такое там берем какие-то карты там пытаемся их ассортировать по возрастанию берем вот видишь там на картинке парень взял в руку какую-то одну карту пытается там ее влево там ее сравнивать с элементом влево и двигать влево соответственно нам нужно понять еще что такое алгоритм как он работает давай вниз а дома ты уже мне уже будешь тщательно вопрос там за какое время работы там будешь писать прав вот вот она соответственно вот есть классическая ну и мы в этом мы тоже начинаем сенсор сенсор соответственно с алгоритм вставками вот это называется псевдо код формальный язык это называется формальный язык программирование и давай мы с тобой немножко поймешь что за стрелочкой вообще в стрелочке это это у нас соответственно кроме ford же равно 2 link link это у нас колено как питоне мы пишем но это понятно ду ты можешь вообще ду ты можешь опустить это да это просто так слой типа делай вот это он говорит типа делу присваиваю вот это вот хорошо делающие там у нас g а и минус 1 соответственно есть последовательность что такое последовательность а и 1 и 2 и 3 а 4 а и джиль минус 1 соответственно ставка элементов сотированную последовательность происходит с нас тут два под массива происходит потом у нас есть внешний цикл ford который пробегает по всем элементам то есть он сначала берет допустим первый элемент кстати обрати внимание что g равно 2 кстати почему мы так возьмем обрати внимание да вот потому что внизу мы сейчас познакомиться с картинкой как это работает алкогита внизу мандинка есть у нас там есть первый элемент он обладает индексом 1 хотя программирование нас вообще-то индекс 0 но здесь один не знаю почему но потому что потому да и мы начинаем эти второго элемента сравнивать пир совершенно верно и потом соответственно это все берет в левой части это у нас уже отсортированный массив а справа у нас будет не снированный массив и вот мы будем так бегать соответственно постоянно 1 элемента посмотрели что там в нем то есть пошли на стрелил больше ли он чем 1 ага больше дайка мы поменяем потом пошли к второму элементу соответственно это уже цифра к 4 выбрали ее грубо говоря проверили что там она больше предыдущего пятерки так больше давай-ка мы соответственно сначала четверочка соответствовать 4 куда вот перенесем потом пятерку туда перенесем хорошо и так дальше идет уже вплоть до 6 вот так не пропадает смотри и вот алгоритм вот алгоритм соответственно вот мы что видим смотри вот там есть цикл while цикл фор нам он на самом не очень интересен там интересным что из этого цикла всего это то что у нас есть key это ключ куда мы записываем соответственно изначально корректный элемент который мы выбрали вот мы записываем current current элемент потом у нас есть джи джи минус один чтобы мы могли с тобой смещаться соответственно потом у нас запускается цикл вайл вот здесь уже интересно там мы пишем а я больше 0 и ай от этого больше ключа Соответственно И получается потом идет do То есть i плюс 1 равно iid Записываем И здесь уже на самом деле происходит перестановка двух переменных То есть двух значений перестановка Одно мы туда вставляем, другое мы туда вставляем Сейчас в рамках такого только узнакомления Мы еще здесь не будем ничего с тобой практику По чат не будем запускать и ничего еще не будем делать То есть это у тебя пойдет просто уже на домашечку Просто познакомиться, почитать немножко Это тоже пока введение А следующий урок уже у нас мы будем с тобой 5-10 минут Просто вот этот код напишем на питоне Который сейчас цифровка вставками Мы напишем на питоне И просто мы с помощью с тобой жучка С помощью дебаггера мы побегаем по коду И посмотрим, что куда там вставляется Будет достаточно интересно, кстати, на питончике Мы продебажим Ну чисто мы с тобой будем алгоритмы уделять Там максимум 5-10 минут Чисто чтобы мозги развеять И чтобы мы с тобой тоже были крутыми разработчиками Хорошо, много времени алгоритмы стоит трать не будем Так чисто для спортивного программирования Для прокачки мозгов нам это поможет очень сильно Кстати, это поможет нам очень сильно для код-форса И в целом для прогресса Хорошо С этим познакомились? Домашечку у тебя будет Соответственно, я тебе буду задавать вопросы В основном по книжке По которой там это сам Гроком говорит Но когда я захочу, чтобы тебе пошла тяжелая артиллерия Если я вижу, что ты скучаешь без домашки Я тебе буду задавать задачу уже отсюда С этой книжки Спрашивать за какое время он работает Вообще, что там за Вот если вниз листанешь Там будет уже анализ алгоритмов Если чуть ниже листанешь Вот, ниже Там я тебя буду спрашивать вот по этим буквам Когда мы с тобой уже Ближе по закону с алгоритмами Вот там еще ниже, ниже, ниже Да, вот там есть такие Да, вот это уже интересно Там уже будет время работал алгоритма И еще ниже там будет Какого Там будет уже количество операций Вниз чуть вниз Там есть рам модель Ты мне расскажешь, что такое рам модель Ну, это уже будет в домашке Ну, на будущее Вот она Вот анализ пошел выше-выше Это уже пролетел Да, вот там буквы Вот эти буквы Зачем мы сто в первом уроке-то проходили Вот эту сигму Зачем? Да не просто что-то проходили Сигму Вот она сигма наша Встретилась Чуть выше Чуть выше Чуть выше Да, там вот у нас есть анализ Вот он анализ Вот справа Количество операций И по-хорошему Вот это ты мне должен Вот по-хорошему Ты мне должен Язык программирования Преобразовать в математический язык Который справа написан По-хорошему Но это неважно Мы с тобой не настолько теоретикам не будем Соответственно Просто мы должны понять Что вот этот алгоритм Работать там за какое-то там время Вот там есть константы Костант 1, костанта 2 И так далее Есть количество операций И по-хорошему На будущем Я тебя быстро научу Как распознавать Время работы алгоритма Но это уже не сегодня будет Это уже будет другой урок Соответственно Ну, сразу же скажу Что если у нас есть два цикла Это сразу же за n квадрат Работает алгоритм Это, ну, это легко вычисляется Да Это, соответственно Может быть что-то Ты мне интересно расскажешь Но это уже будет на следующем уроке Пока просто познакомиться С этой книжкой Чуть-чуть Так ее почитай Там на досуге Когда тебе будет скучно Почитает эту книжку Почему бы нет Как говорится, да И грокам алгоритмы Обязательно прочитай Всю группу Говорит Потому что я тебе буду домашку Задавать с гроками алгоритмы Вот Это тоже важно Потом я тебе буду домашку Задавать отсюда Я тебе сам буду писать Типа откуда домашка С гроками Или отсюда Вот Следующее Мы